так друзья запись началась вот мы с вами в гостях уже Елизавета Константиновича владельца лучшего сибирского сада плодового так о чем пойдет речь я написал вот это меморандум вот открытое письмо меморандум министрам и чиновникам сельского хозяйства всех рангов дело в том что последние я заметил годы никто не ставит перед ними вопрос несмотря на всевозможные санкции на клятву о том что мы переходим на импортозамещение ничего не делается рынок завален отравленной продукцией в гигантских количествах свое не развивается сейчас я попробую доказать но для начала я следующее скажу вопрос всегда возникает учителей у нас много потом выясняется что учителей нет садов вот это фотогалерея вот это моя в данном случае это моя мой сайт здесь тысячи моих тысячи подчеркиваю плана это не я это мой друг уникальный инженер садовод вот это и здесь огромное количество тысячи публикаций за все 40 лет далее фотогалерея это главное что служит доказательством то что служит доказательством вот вы присутствуете сейчас лучшим сибирском а по качеству плодов лучше в российском саду вот дружу ли я с учеными пожалуйста моя ученица аспирант мы сейчас не будем отвлекаться главное доказать что я имею право будучи просто пенсионером просто садоводом любителем человеком заслуженным но орденоносом заслуженным но правда металлурги вот лучший изобретатель и рационизатор города Норильска и такое у меня звание есть и я взял на себя смелость вырастить сад вопреки рекомендациям науки вот поэтому прошли годы вот наука счастливо счастливо живет своей жизнью вот и мне кажется селекция у нее тупиковая вот и перспектив у нее уже нет то есть своего потолка она достигла вот хотите примеры скажите да ученый возможно так говорить о целой отрасли о науке я скажу можно и докажу я придумал кроме вот этого что вы видите кстати лучшие из этих фотографий украдены более 150 плодопитомниками которые на своих сайтах разместили вот эти вот фотографии вот это вот вот видите вот это вот видите кстати вот это ученый доскабилов вот Туршун Палат он мой друг и свидетель 20 лет он скарирует мой сад но курирует не официально науке от этого пользования не принесло вот вот это и есть настоящее садоводство поэтому я что к чему это говорю сейчас объясню значит я хочу показав вам вот это сейчас вот эту красоту немыслимую и не имеющий аналогов в научных садах я хочу чтобы она была нет не науке они никогда не это самое со мной не буду заниматься всерьез этим делом вот потому что перед ним не поставили задачу соответственно поставят задачу вот и они будут сидеть рядом со мной у этого компьютера вот они обратятся ко мне за ста двадцатью трехлитровыми банками вот такими вот с косточками за ста двадцатью трехлитровыми банками и все это переедет в их сады но с моей агротехник есть Ваулин тогда его директора мясского института лицо официальное вот который вырастил из моих самых скромных самых скромных сортов вот из этих абрикосов которые официально считаются дикими прекрасные плоды потому что я их уже успел гибридизировать вот так теперь переходим к меморандуму я вас чем-то убедил пока я убедил только одного ученого уральского это Ваулина пожалуйста есть все вопросы к нему меморандуму то есть я помню Алексей Юрьевич так и так открытое письмо министрам и чиновникам от сельского хозяйства всех рангов почему идей только нет департаменты есть крупных этих самых ну естественно областях республиках скажем в городе есть специалисты вот которые занимаются озеленением везде они есть только я смотрю как они выращивают садят каждый год миллионы деревьев так они и садить их оказывается не умеют но это будет тема уже других фильмов поехали итак открытое письмо я знаю что раз конкретно никому не обращаюсь реакции не будет ответа я не получу но хотя бы прочтут тема развития плодового садоводства пункт 1 прошлое 19 век глупая дорогостоящая каторжная агротехника в садах вот у меня 4000 с лишним фильмов я все это доказывал и доказал глупая дорогостоящая каторжная агротехника в садах я надеюсь естественно что реакции не последует никто не бросится выращивать собственные сады я хочу чтобы хотя бы новая агротехника агротехника больше ничья она не другая она противоположная научная вот чтоб она пришла хотя бы в дачные сады отсюда это все светится как бы просвечивается в моих работах итак глупая дорогостоящая каторжная агротехника она без изменений перешла в 19 век в 20-е затем 21-е доказатель сотни тысячи работ моих катастрофа усугубилась в 21 веке интернет тысячи самозваных специалистов ради легкого заработка тысячи кратно растиражировали опасные и смертельные для морозной Руси южная гроблема уволив среди них много научных работников да ребята если они как правило это кандидаты наук или в скобках агроном в скобках ученых агроном таких сотни если брать целом уже тысячи и все и все они пропагандируют все подчеркиваю южные агроприемы они даже не понимают разницу насколько они опасны и так параллельно то есть проблема в том что научили людей убивать деревья параллельно весь 21 век в нашу страну заводятся десятки миллионов сармцев южных и полумертвых то есть и выращивать и надо посадил далее все они умирают у неопытных садоводов добровольно отдают и теряют миллиарды рублей доверчивые и небогатые россияне следующая проблема прервалась цепочка вузы научно-исследовательские институты гособеспитательные участки плодопитомники все это было когда-то гос сейчас даже вузы приватизируют вот инии приватизируют второе вузы выпускают якобы специалистов которые ничего не умеют делать руками это у меня море примеров моих личных языков это примеры потому как как они это самое выходя из института никому из них нельзя поручить сад потому что начинается с того самого с тех самых программ которые не ставят перед собой задачи выпустить специалиста с умелыми руками кто умеет садить кто умеет привать кто знает как привать которые могут поручить большие работы с миллионами миллиардами рублей их за километр нельзя подпускать в такой работе это факт кто не согласен пожалуйста покажите мне таких выпускников вот как лечить деревьев тут пожалуйста это они учат друг друга и нас с вами и вот и так ничего не умеют делать научно сельское институте сельского хозяйства используют те же мичуринские способы селекции с мизерными результатами внимание новые способы селекции феноменальные результаты это невиданные клоны сорта образцы формы но они не замечаются и не используются то есть новый способ они используются и невиданные результаты отправить обратно сюда вот тоже не используются это все только у Железова и нескольких сотен его учеников но страну этим пока еще не перестроили для этого нужно несколько сотен лет и такими темпами все надолго и так ГСО ну вы знаете сделаем новый сорт передается ГСО от каждого это несколько областей близко расположенных где это они должны показать себя в лучшем виде после отбора доводки они должны украшать сады вначале ГСО а потом по всей округе потому что читаем дальше ну надо скажу потому что ради этого они существуют вот ГСО формально занимается испытанием новых сортов но на деле лишь выживает выворачивая сады на продажу кстати говоря все низкого качества да это их новая и главная забота не наука а выживание бывшие госплоды да теперь естественно все передается госплодопитомники где они открываю страшный секрет бывшие госплодопитомники те что еще живы это сайты с яркими фото из интернета сотни фото из сада железова тоже на этих сайтах сотни фото дальше продажа миллионов якобы своих саженцев в этих выживших плодопитомниках но большинство маточных садов нет вопрос откуда дровишки ребята как они удаляются это продавать миллионы а своих садов нет это секрет по решению третье результат полное засилие тысячи тонн импортных отравленных до 40 обработок еды химикатами за лето плодов продажи тысячи тонн импортных 40 обработки вот невозможность возрождения промышленных садов при тех условиях что я сказал больше никому нечем пошло поехало так зато можно быстро исправить именно дальше садоводство быстро научив переучив бережем отношения к деревьям сейчас сожалению эта проблема усугубляется тем что раньше мы все читали миллионы десятки миллионов мы зачитывались мы зачитывались сейчас если даже вдруг остатки таких вот до сих пор продолжают с недоумением говорю до сих пор продолжают учить тут как-то за здравие а тут за упокой вот вот то даже их теперь ну террасная газета упал 15 раз устраивает вас такой журнала 15 раз получается сейчас и перехит почти невозможно в голове застряло такое вот что посадил мертвое посадил мертвое и так далее тогда я значит пытаюсь расшифровать зато можно быстро исправить дальше с удовольствием научив переучив а что до этого ниже придется дополнительно этим заниматься раз не хотят читать это отказ от перекапывания почвы это праздник когда не надо работу делать посадка на пологе холмы отказ от побелки отказ от ябл с 5-10 подкормочек добавок отказ от влагозарядковых поливов отказ от искусственных форм крон вот и чуть ли не главное если саженцы садить только с обрезкой части крона для болосыроки с корнями и еще несколько десятков но сейчас я не хочу утомлять тех самых чиновников мера общественного развития садоводства вот возможно только по команде самого верху если кто-то из помощников министра сельского хозяйства министра науки высшего образования президента академии наук не сами они для них это железо это мелочь лучший сад они просто не знают что он существует вот поэтому кто-то из их помощников который может пробиться человек который назовем его незаврядный который все это примет меморазм ну примет его серьезно он доложит на самый верх вот и тогда получается раз невозможен прямой запрет импорт обреченных на смерть из южных стран саженцев обреченных то правда о их нежизнеспособности в народной России должна быть донесена до каждого россиян с помощью СМИ всех уровней это должна быть специальная акция вот поняли специальная акция это хватит одного даже по одному каналу из центральных президента не обязательно страны не его уровень а допустим президент так или именно значит министр просвещения школьники это тоже и прочее вот тогда дальше уже нельзя это будет замолчать и тогда дойдут и до моего сайта изучат мой сайт и узнают всю правду и как выходить дальше железам подготовлена внедрена новая программа по биологии для школьников студентов основанная на именно полезных для здоровья человека в средних садах природы в целом внимание она готова только стиховать находится на сайте и каналах ВК железовы Сибири смотрите вот вам пожалуйста это мой канал 4400 видео здесь только единственное что должна поработать теперь специальные люди которые это превратят в книги превратят в материалы для обучения школьников студентов вот и переобучения уже тех кто имеет специальное образование и не знает что их учили наоборот то есть поприки науки так читаем дальше шестой пункт особая программа обучения студентов биологов экологов ботаников агрономов уточняю практическую часть в производстве практики внимание этого не было никогда но без этого мы никогда не вырастим ни одного студента но все равно выращены два Юлия Матвеева и Елена Савинич прошли практику в моем саду настоящую официальную производственную вторая из них шестой пункт сопротив проходит вот я вас с ней познакомлю вот почему это надо отвлекусь ненамного что я ищу я ищу досье на Савинич это человек который президентский стипендиант десятки научных работ еще в институте уникальный человек вдруг попадает ко мне вот и шесть лет учится и уже начала учить других вот это настоящая и она в саду я просто быстро 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 вот почему я всех обучить не могу ну то что даже и не пытается ко мне попасть на учебу кроме двух уникальных девушек которые сделали по своему карьеру да вот эта девушка ну не девушка женщина Савинич она уже получила госпремию краевую госпремию вот вот ее работа и вот я жаль я не могу сейчас про нее долго рассказывать но я рассказывал вы понимаете что такое настоящая учеба ни один кроме этих двух студенток больше во всей стране никто этого не знает не умеет вот не понимает особая учеба особая программа еще полистая только не заглядывайте вот а это мой символ я говорю Лена Александровна ложись и покажи как надо работать в саду в саду работает природа деревья не нуждаются практически в уходе это как бы символ будущего дачи у садоводства вот на учебе да придется поработать для этого вот это вот это ее брат для этого она и существует наука чтобы маленчика тут уже надо не учить тут уже надо переучивать ну что хватит? хватит? так теперь если вы со мной согласны можно я продолжу итак особая программа обучения студенту биологов экологов ботаника уточняю практическую часть производства входит выращивание сада с нуля до урожая каждому на нескольких сутках выделяемых вузом сельского хозяйства где они будут брать несколько соток это другой вопрос вот есть кое-какие мысли только чуть позже обязательные условия для студентов поиски посадка семян и прививка черенков добытых не вне и вчерашний день а у выдающихся садоводов любителей живых и мертвых или их наследников вот если бы я вам сейчас рассказал сколько пропадает этих самых сортов сортообразцов форм и прочих это все у вас вызвало бы даже слезы но за этим не последует ничего чиновники это читать не будут вы хотя это ну как сказать мечтатель что ли апофеоз через четыре пять лет члены экзаменационной комиссии угощается плодами прямо в саду выпускников вузов прямо в саду отмечает если оно есть здоровье дерево необычные фрукты необычные агроприемы и только в этом случае ставится высший балл десять или сто смотря какая система только это дает право на дальнейшую карьеру понимаете не умеете выращивать сад все не важно кем ты будешь экологом ботаником агрономом вообще не важно не имеет значения а уж тем более читать лекции оставаясь в высшем учебном заведении в качестве ученого агронома и так далее и теперь учить других не вырасти в сад не имеешь права вот я вам рассказывал как это люди с этими званиями доктор наук калечат деревья и учат калечить других всю страну учат и так ушат холодной воды возможно мой меморандум встретят хохотом именно те от кого зависит перестройка создания миллиона датчиков и тысяч чиновников и преподавателей понимаем без команды президента никто и пальцем не пошевелит уже пробовал необходимое пояснение пример природного феномена города Саиногорска перекрытый не сей климат смягчился раздача земли под дачи привоз саженца со всей СНГ феноменальные урожаи феноменальные которых не было и сейчас нет даже в этих институтах запойное чтение журналов газет исправление неправильных деревьев секаторами и пилами массовая смерть лучших в стране абрикосов яблони прочее конец санагарского феномена реакции сибирских ученых не последовали еще один пункт который страшно мешает я уже заканчиваю не пугайтесь реклама хитрая это касается не только садоводства это касается всего реклама грубит страну потому что мы и так люди небогатые честно признаюсь человеку может этого не знают вот мы люди небогатые и мы у нас есть у россиян одна черта которая нас отличает от всего мира сказать какая может не заметили она хорошая эта черта вот эта черта это национальная это наша доверчивость она хорошая она сродни это черта доброте мы доверчивы она сродни значит совестливости она сродни ну то есть мы такие особые мы всегда говорили что мы особо но это доверчивость используется особенно когда это стало легко когда к нашим пришли интернет и телевидение и нас долбят долбят оказывается здоровым добыть то легко вот десяток лекарств проглотил все даже вы знаете это извините мне наболело рекламируют что кофе полезно для здоровья не понимая что полезно сегодня хорошее настроение все это наркотик а завтра недожившие неделю месяц год и все равно надо продать кофе вас убедят что оно полезно и многое еще в чем полезно это касается здоровья а уж садоводство то надо продать эту мазь для лечения раны надо убедить что обязательно это раны наделать дерево без ран жить не может без обрезки оно будет страдать оно будет болеть оно будет умирать а вот обрежешь оно будет здоровое и вот тебе мазь для того чтобы ты эти раны заклеил их нету они заживут ни одна рана на всей планете даже уже не миллиардов случаев обрезки а их уже что-то пошел страна планета огромная аж прошел на миллиарды и на триллионы триллионы ран обрезок ни одна не зажила ни одна поверьте мне человеку который сам себе прислал звание единство на планете так называемого патологоанатома садовода патологоанатомия деревьев вот что и тогда я вам говорю вот реклама страшная разорительная как ее ограничить да не надо ее ограничивать надо просто параллельно показать меня и таких же как я как та же грамотнейшая это дама наша это самое Савинич который я сейчас только показывал чуть ли не рекламировал да вот чтобы мы могли говорить не надо будет покупать мазь не режьте деревья поняли о чем я это у меня наболело вот это конец это самое и вот теперь так какие предпосылки вы поняли реклама страшная она направлена не для того чтобы у нас здесь были сады направлена на отъем денег путем унистяжения садов и люди должны знать чтобы нам дали право заметьте не возможность а право выступать по телевидению сказать сейчас выступит хозяин лучшего в России сада дачного вот был и промышленный но лихие годы сожгли нахрен так вот лучшего дачного сада который сейчас скажет что вот это вот вам сейчас рекламировали а это наоборот не надо делать вот и те к сожалению каналы по телевидению которые посвящены чисто садоводству вот их главная задача стала может быть чтобы выжить я понимаю но и главная задача стала научить искалечить деревья для того чтобы они могли вам парить эти самые яды эти самые дабарки вот и это мне трудно говорить еще раз потому что 4400 фильмов это только моих вы поверите вот ну а предпосылки для преодоления застоя еще раз говорю или об этом узнает высшие руководители или ничего не изменится а вы что думаете здоровье прибавляется от того что едим отравлены яблоки груши и так далее вот на этом я закончу очередную серию вот что будет потом я скажу сказать вот сейчас прямо вот это вот мое досье у меня тысячи фотографий вот есть просто глупая понимаете просто глупая вот они вот есть разорительные есть смертельные я все это буду продолжать продолжать и продолжать вот на этом я заканчиваю свое обращение к вот этим вот людям вот министрам и чиновникам всех раз здесь нет конкретных фамилий я боюсь что никто не обратит на это внимание но я все равно этот самый петух извините я в хорошем смысле сказал слово петух который будет кукарекать даже если после этого рассвет не наступит моя задача кукарекать до свидания до свидания что он до свидания не но он как он отдал